Есть точка, которая позволяет тоже уменьшить желание человека принимать еду. На меридиане толстого кишечника GI есть точка, которая носит название 14-я. Она находится в этом месте. Рисуем эту точку, ее найти нужно по атласу Шапира. Другим образом мы ее никак не сможем найти. Я покажу на теле человека. Она находится здесь, в области цветления Дельфи. Она имеет большую чувствительность, поскольку рядом с биологически активной точки находятся тучные клетки, нервный узел, а также баскулярный узел. Именно они дают ответную реакцию, что здесь по-другому идет восприятие. Гасится желание. Это не означает, что человек не будет есть или не будет хотеть есть. У него уменьшится желание постоянно грызть. Особенно у больных людей, то есть те, которые заинтересованы постоянно жевать сладко и делать перекусы. У них вот эти периоды между перекусами будут сдвигаться где-то на 50-60 процентов. В принципе, при восполнении активности движения и постоянным приемом трав, это будет достаточно, чтобы похудеть на месяц. Ну, скажем так, сбросить до 10 килограммов, не совершая никаких изнурительных физических движений, только прогулочным шагом в количестве 15-20 километров раз в 2-3 дня будет достаточно для похудения на обозначенном величине 10 килограммов за 30 дней. А что делать, если человек анолексия и хочет немножко набрать вес? Окей. Анолексичные люди, а также те, которые длительно болели, это состояние реконолисенции после инфекционных заболеваний, после хирургии, после каких-то там особых лечений, радиооблучений и так далее. Да, есть точка, которая также находится на меридиане толстого кишечника. Это 11-я точка, ее достаточно легко обнаружить в области сустава. Локтевая сустава также дает большую чувствительность при нажатии и используя те же методы, что и были сказанные ранее. Воздействие жидкими, раздражающими, мазями и так далее. Просто осуществляя массаж пальцем мы ее активируем. человеку возникает желание, что активность возрастает, желание жить, двигаться, появляется мотивация, в том числе просыпается аппетит. Опять же, сухожилие. Раз, два. Нас интересуют медиальные части. Вот. Это вот это вот постно-сухожилие. Что вы смотрите? Давайте трогайте. Нихрена потом не найдете. Очень важная часть. Значит, с наружной стороны возьмем ручку. Это наружная сторона. Медиальное сухожилие. Вот, вторая наружная сторона. Ну, посредине. Хочется точка. Ф-8. Это очень важная часть. Противотромбозная точка. О! Вот. Это отдельная тема. Тромб, который поразил. Что нужно поразить? Чего? Чего? Проблема в инфарктах и в инсультех. Что такое аллергия? Это неправильная реакция организма или сбитые метаболизмом? Да? Да? Ну, например, идет обставок солдат. Все ногу шагают. Один не в ногу. Через какое-то время уже будет несколько солдат. Идти немного. Вот так? П-8. Да. Головка лучевой кости. Под головкой находится вот эта точка. Вот. Она усиливает состояние энергии в самом меридиане и в элементе металла. Дальше. Поддерживающая терапия, то есть поддерживающая точка, которая помогает элементу металла справиться этой задачей, является огонь. И мы находим точку приблизительно на 3 цуня выше MC5. Берем складку. От нее приблизительно 3 пальца 3 цуня. И вот в этом месте находится по средней линии руки точка MC5. Заставляет двигаться лимфу по всему телу. Вообще это важная точка. А. Проблема с репатической системой всегда. РП-6. Сань, нельзя. Вот она. РП-6. Так непонятно. Где-то там, но непонятно где. Мы смотрим. Дальше открываем. О. Кость идет. И РП-6. Есть. Но 3 цуня. Обязательно 3 пальца. Но не меньше. Лодыжка. Проксимальный ее край. Положили. И вот она будет точка. Зафиксируем их. Цанинзяо. Оказали воздействие. И лимфа бодро побежала. РП-9. Это точка, которая энергию почек. Вот одна точка энергии почек. Вот вторая точка. Вот вторая точка. Вторая точка. Вот она вторая. Теперь. Да. Это РП. РП-9. Которая контролирует почки. Контроль осуществует. Да? Когда? Потому что у женщин очень много болит. Вот. Пальцем. Быстро. Где я показал? Р-10. Теребонькоем. 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 Р-10. Вот она. Значит. Как раз почки сами. Статус почек. Окей. Убедиться, что жидкость нанесена на пальцы. Может быть, ты ее вот так вот перебонькнул. А там ни хрена. Ну там чуть-чуть. Видите? Нет. Поднесли поближе. Помассировали точку. Ну типа убедились. Поднесли жидкость. Убедились, что нанесли ей чего-то. Оп. И быстро. Быстро. Зафиксировали. И смотрим на часы. В течение до 30 секунд она действие-то раскрывает свой эффект. Может быть, раньше. Может, там пятый день. Ну это уже 15 тысяч минут. О! Сейчас Сирю запечатал. Сейчас начнутся танцы. Главное клиента зафиксировать батареи. Например. Таким образом можно оказать воздействие на точку. Прежде всего, сознание. Сознание – это дух, это тонкая энергия. Им она легко достигает и активирует. Человеку нужно всегда подтверждение того, что все-таки было некое воздействие на уровне Сомы. Просто дотронуться и помассировать там в течение двух минут бывает недостаточно. Тогда применяют отвлекающие моменты. Какие? Берется согревающая мазь. В основном Таиланд поставляет на нашу вернук эти мази. Берем мазь с надписью HOT. Там SNAIK. Там может быть еще что-то подобное. Вот. Наносим и до четырех минут оказываем легкими. Мы не давим, не пытаемся сломать человеку его структуру. Легкими движениями наносим эту мазь. Втираем. Более продуктивный метод – это раздражающая жидкость. Например, жидкие иглы, которые опять же мы наносим на палец, прижимаем к этому месту. Раздражение вызывает необычное переживание у человека. Сна болезнь. Ну, вообще, чтобы было хорошо. Не важно, где были. Находим точку Дзусан-Лю. Так, вот она точка. Бодрим ее. Чуть-чуть туда ногу. Чуть-чуть. Вот так вот. Не дергаем. Вроде прикрепилась. Дальше достаем. Придвигаемся. Шпички. Зажигаем. Петарда. У него сейчас шерсть сгорит. Да, шерсть. Эпиляция. О, точно, шерсть сгорит. Тут гасим ее. Ждем минуту. Запах паленого Александра бодрил. Какие ощущения? В конце, во второй части Атласа, есть детальное рассмотрение. Что значит детальное? Вот. Найдем мы точку РП-3. Начнем искать. Вот. Смотрим. Да? Вот. Стопа. Вот обозначает точка РП-3. Вроде бы, как бы она находится вот здесь. Да? Вот. Вот. Мы посмотрим фасции. Немножко не там. Открываем, где кости и обнаружим, что под костью. на самом деле не сбоку, а это три части. Вот. Свод. И вот здесь вот это вот. Вот она РП-3. Вы пальпируйте, смотрите, а то руками, а то только так, со стороны. Это его точка, которая снимает спазм мышечную мускулатуру. Где у нас бывают часто спазмы? Пока. И где-то время не бывает. У нас у дома будет диафрагмальных мышц. Завтра отдыхаем. А если суда идет? От сосуда? Артерии? Их не боится. Шеи нет. Там нет мышц. Нет. Вот уже регулярно, типа, ноги крутят по началу. Это будет. Не от спорта. Не от спорта, конечно. Недостаток микроэлементов. Начнем с точки Р-1. Вот она, точка Р-1. Ну, это все. Точка вообще вот. Ну, ладно, короче, она тут. Да не, нормально. Чтобы ее здесь найти, нужно открыть меридиан бочек. И найдем. Здесь есть описание. Каждые точки. Все полторы точки. Здесь тысячи точек. Они описаны. Если возникает проблема, туда залазим и смотрим. Значит, в средней среде у нас не нужно. Меридиан. Ищем точки. Буквально. О! Вот единственное место, где показывают ее располагание. Вот. 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 Оперtier вещи. Делает еще одну. Вот. Вот так вот. Сделiate. Поменялись. Какую? Какую? Коно. Начали? Начали? А, начали? Почему�? Массируем, убеждаемся, что нанесли жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok